Современное оборудование, рождаемость и доступность медуслуг. Эти и не только вопросы обсуждались на встрече представителей здравоохранения и СМИ города. Пресс-конференция прошла в форме открытого диалога и затронула важные аспекты развития медицины в Бавруйске. Одна из актуальных тем – использование информационных технологий в работе поликлиник. Ведь это в первую очередь удобно пациентам. Записаться к врачу или заказать рецепт можно, не выходя из дома. На сегодняшний день уже вся система регистратуры у нас компьютеризирована. Компьютеризированы рабочие места специалистов. Мы имеем возможность выписки электронного рецепта, что очень важно для нашего населения. Это возможность использовать современные технологии в своей повседневной жизни и получать уже медикаменты, используя пластиковую карту. Еще один немаловажный аспект в доступности медицины – функционирование горячей линии на базе центральной больницы. Набрав номер 727-00, любой горожанин может получить ответ на волнующий вопрос. От записи на прием и консультации до диагностики лечения. Планируется, что в скором времени появится еще более запоминающийся номер. Эту идею, напомню, озвучил председатель городсполкома на прошлой неделе во время открытия маммографа в онкодиспансерии. С 8 до 17 часов по будним дням там дежурят опытные организаторы здравоохранения, которые разъяснят все интересующие вопросы, как быстрее получить тоже направление на областной республиканский уровень, как пройти какое-то исследование или же какое-то лечение на базе учреждений здравоохранения. Если говорить о персонале, то в городе на сегодня работает 939 врачей и более 2700 медицинских сестер. Однако есть потребность в узких специалистах и врачах общей практики. Чувствуется и нехватка акушеров-гинекологов. Что же касается знаковых проектов, то главный из них – это реконструкция детской больницы, которая распахнет свои двери уже в следующем году. Сейчас специалисты трудятся и над пристройкой больницы скорой медицинской помощи имени Марзона. Подробнее об этом и не только расскажем в воскресенье в итогах недели.